Всем доброе утро, друзья! Правда, знаете, уже пол первого дня, но для меня это утро. Я сегодня выходная, у меня в 4 часа парикмахер. Я, наконец, выбралась из дома. Наверное, целый час собиралась, разные комплекты мерила. Трудно выбрать, когда у тебя много одежды. Но покажу вам сейчас, что я всё-таки надела. Платье косовское, сарафан. Так, я думаю, что вы помните его. Очень много мерила с чем. Всё-таки остановилась на белой майке. Белой, да, майке. Хотя мерила с белым топом без рукавов, с чёрным топом без рукавов. Даже надела голубую рубашку от Коз, которую я расхламляла пару месяцев назад. Может быть, даже больше. В общем, а, и сейчас покажу. Сумку я надела. Так, сумка. Сумку взяла от Майкл Корс. Потому что она, ну, по цвету подходит. А на ногах у меня мои любимые серебристые кеды с белыми носочками. И голые ноги. Для меня это очень странно. Ещё я думала надеть этот сарафан с платьем-откос полосатым. Но подумала, что у нас очень жарко. А у нас сегодня, правда, очень жарко. Даже не посмотрела, сколько. Наверное, градусов 25-27. Так что, извините, друзья, солнышко. Я очки не снимаю. Приглашаю вас со мной. Очередной влог. Ни о чём. Поедем к парикмахеру через город. Я хочу заехать опять в Second Hand, где бижутерия. Возможно, там что-то, знаете, вот не даёт мне покоя. Это вот красное, тёмно-красного цвета. Ваза. Может быть, там что-то есть. В 4 поедем к парикмахеру. Потом вернёмся в город, потому что в 6 часов вечера у меня стрим. Сегодня среда, друзья. Хочу что сказать. Всё-таки не оставляет меня мысль и идея и желание купить всё-таки светлую сумку. Ну, желательно от Майкл Корс. Я тут, кстати, на днях была в Киломаксе. Точнее, вчера. И вообще практически чуть ли не купила сумку от Майкл Корс. Единственное, что меня смутило, это вот эти молнии. Которые очень некрасиво выглядели. А так, знаете, кроссбоди, цвет классный, бордовая. Ну, я подумала, ладно. Возможно, я ещё найду свою хорошую светлую сумку от Майкл Корс. Приехали в город, центр города. Знаете, я обнаружила, что до 4 часов, то есть до 3. Сейчас у нас без 22. Я, в принципе, ничего никуда не успеваю. В общем, решила пойти, наверное, в леду или в чизбургер перекусить. А потом всё-таки пойдём в Стокман сходим. Он рядышком. Хочу полюбоваться ещё раз. На сумке от Майкл Корс. И не только. В общем, пойдёмте полюбуемся на красоту. А здесь идёт великая стройка. Тут был маленький базарчик, а вот там было кольцо маршруток. Сейчас здесь, видите, что будет строиться. Очень интересно. Ну и Орига. Тоже тут перестройка, а вот там новое здание Орига. Я там ещё не была. Да, в принципе, что там делать? Всё как всегда. Магазины, магазины. В леду на улицу мало людей. Отлично. Можно тогда зайти спокойненько и перекусить, потому что я как капуша собиралась часа два с утра. И в результате не позавтракала. И сейчас понимаю, что очень-очень хочу кушать. Я, друзья, в своих привычках всё и не изменяю. Решила полноценно пообедать, потому что неизвестно теперь, что и как. До шести. Шесть же у меня стрим. Так, куда чек делся? А, вот, хочу показать. Взяла пюре, куриную котлетку. И соус с шампиньонами. Так, и цена. Получилось 3,65. Ну, совсем дёшево. И смотрите, приборы вот так. Запакованные. Всем приятного аппетита. Ну что, я наелась. И честно вам скажу, просто лень куда-то идти. Хочется вот так спокойно сидеть. Здесь хорошо, тенючек. Я смотрю сейчас на себя, мне не очень хорошо эта помада. То ли потому, что я уставшая выгляжу, то ли что. В общем, сюда просится, наверное, всё-таки розовая. Но она у меня есть дома. В холодильнике лежит. Пойдём в Стокман. Поднимемся на настроение. Посмотрим сумки. Хотя бы глазами пошупимся. А потом уже к четырём часам поедем в парикмахерскую. Вы знаете, вот сейчас сел там напротив мужчина. Ведь ещё, посмотрите, ещё сто процентов молодой мужчины. Никогда, друзья, не подаю вот таким людям. Потому что для меня алкоголизм, который приводит вот к такому, самое страшное. Ну, недавно, на днях, я шла по улице и сидел мужчина, ну вот практически такого же вида, на инвалидной коляске, с одной ногой. И я почему-то дала ему евро. Он даже не просил. Я ему дала и сказала, ну, бери, мужик. Хотя понимаю, что этот евро его сто процентов не спасёт. И он, возможно, даже эти деньги потратит не на еду, а на бухло. Знаете, очередной раз понимаешь, насколько мужики слабый пол. Потому что в основном вот в таких бомжах и алкашах приводит путь мужчин. И, в принципе, получается, что мы женщины сильные. Потому что мы всё-таки в какой-то момент можем выйти с этой дороги. Дороги вообще вот в никуда. То есть в смерть. Идём, что к нам? И, кстати, скажите мне, друзья, по секрету, по секрету. А вот когда жарко, вы надеваете платье, и вам реально жарко. И у вас ноги трутся между собой. Ну, это если вы, конечно, не худенькая. Вот скажите мне, что вы делаете? Я вот платье не люблю по этой причине. Что вот сейчас жара, у меня пухлые ноги, и они у меня трутся. И в результате, может быть, не очень горожая ситуация. Знаете, как это называют, когда натерто. Я в какой-то момент думала, что, может быть, купить в том же секунде, знаете, такие штаны трикотажные есть. Тоненькие. Ну, блин, их же жарко будет. И вот проблема. Здесь всегда кто-нибудь играет в этом переходе. Я люблю, друзья, секонд-хенды. А также я люблю истокман. Спросите, почему? Даже не знаю, почему. Возможно, потому что я наслаждаюсь видом всего вот этого великолепия. Ароматов, красивых сумок. Возможно, роскоши, которая подразумевается. Смотрим сумки от Майкл Корсен. Светлые. Ну, у него, конечно, много разных. Ну, светлая. Вот, красивая. Чуть побольше, чем у меня. Чем моя синяя. Так, а сколько? Ой, друзья, 195 евро. Обалдеть. Ну, очень красивая. Ну, она очень уместительная, конечно. Ну, 195 евро. Покажу вам. Вот так общий вид мой. Сарафан. Белая майка. Всем привет. Вот точно, как у меня, Крузбоди. Цвет хороший. Так, сейчас открою ее. А ценника нет. Красиво. Ой, смотрите, какая красивая. Очень красивая. Так, сейчас посмотрим, сколько стоит. Ну, конечно, я как возьму, так сразу. Цена 295 евро. Она очень красивая. И теперь, знаете, задумываешься. Вот зря я не взяла эту сумку в то, что видела вчера. В киломаксе. Фиг с ним, что там эти молнии были не очень. Хорошо выглядели. Ну, вот теперь, глядя на эти цены, думаю, что очень зря. И вот розовая красивая тоже. Просто как у меня. Вот синяя, только розовая. Красивая. Раз мы уже в стухмане, покажу вам и другие сумки. Из пардошины распродажа. Распродажа чего? Честно сказать, непонятно. А, ну сумок, наверное, тоже. Белая, маленькая, красивая. Тед Бакер. Вот это красивая. Что это под винтаж. Вот это красивая. И, кстати, 119 евро. За продуктами ходить. Коксинелли. Коксинелли. В общем, когда я показывала про этот бренд, сумка у меня, я показывала, купленная винтажная в секунде. Знаете, так и спор, кстати, там вышел среди комментаторов по поводу произношения. Все-таки, наверное, Коксинелли. Ой, какая мягенькая, красивая. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Если смотреть на цену, то, вы знаете, сумка, которую я оригинальную купила в секунде, очень даже хорошо. Фурла. Тоже хороший кроссбоди. Ну, и цена 280 евро. А что, друзья, получается, что Майкл Корс самый дешевый. Такое впечатление, что сумки пока не везут, потому что вообще выбор очень маленький. Вы смотрите, а черная... А, 390. Мне показалось 90. Сток у меня большой выбор сумок. Ну, почему-то сейчас, скорее всего, просто нет привоза. Тентра с продажей. Я так поняла. Красивая филс. Черная. Очень, кстати, хобби. Хогел. Очень, кстати, удобная вот эта часть. Ой, какие они мягенькие. 40% скидка. 139 евро минус 40%. Симпатичные. Так, а эти филс. 120 евро. И непонятно сколько скидка. Озадачилась новой обувью. Видите, мои белые, красивые, аккуратненькие кеды. У меня очень утекают ноги. От моей работы, от того, что застаивается кровь в венах. Я неделю назад ездила в один из торговых центров. Пыталась себе найти летние удобные кеды. Вставлю вам кусочек. Всю думала, куда этот кусочек ставить. В своих примерах. В общем, вставлю сюда. Рекер. Рекер. 39 размер. Красивая. И очень удобная. Видите, какие они классные. Облегченные. И цена им сейчас 55 евро. 56. Одни рекер. Но как-то пятки неудобно. Хотя, вот там, где швы, косточка, очень хорошо, удобно. 39-й. Они мне даже большеваты, как чуть-чуть. Вегреть пальчик. Такая с напалением кожи. И цена им. Так, цена. 74 евро. Они без скидки. Снова рекер. Это уже 38. Тоже классные, кстати. Но они мне давят. Знаете, очень плотно на ноге сидят. То есть, возможно, надо и такие 39 попробовать. А так как я на правую ногу меряю, у меня левая больше, чем правая, то стабильно левая будет мала. Но тоже классные, правда? Я меряю Bugatti летние. Но они мне жмут. 38 размер. В длину хорошо. А в ширину, где косточка, жмут. Ну, вообще прикольная, конечно. Цвет ничего такой. Bugatti. Bugatti. На ноге супер, конечно. В длину отлично. В косточке хорошо. Но с внешней стороны. С внешней. Там где шов. Там же. Давит. Очень некомфортно. Ну, то есть, я понимаю, что через какое-то время мне там будет сильно болеть. А так очень хорошо. Мне редкие случаи, когда вот где пальчики хорошо в ширину. То, что нога широкая. А это 39. Очень компактно на ноге смотрится. Классно. И комфортно. Но я, правда, не уверена, что они летние. Там, по-моему, имитация дырочек. Ну, хорошо вообще так. Знаете, надо левую тоже померить. Твоя нога идеальна, а левая просто как в тисках. Представляете, насколько у меня левая шире правой. Bugatti. Текстиль. Летние. Правая супер. Левая косточка жмет. И, конечно, классные. Такие, знаете, очень стильно смотрятся. Хорошо. Цвет классный. И не выглядят на ноги массивными. Хоть и 39 размер. Хожу, не знаю, что делать. Цена им. Цена им. Сейчас вам скажу. 65,95. Они без скидки. Возможно, я и зря не купила. Но, вы знаете, вот левая нога у меня лично проблема с левой ногой. Она у меня больше, шире, чем правая. Если правая нога очень классно, удобно, то левая практически во всей обуви жмет. Конкретно. Поэтому я не знаю, что делать. В них все равно ноги очень быстро устают. За счет того, что отекают. И что-то, знаете, вот такое, как легкое, летнее. Но чтобы это были кроссовками. Ну, что-то типа такого, знаете. Кстати, что это? Сейчас посмотрим. 119 евро, минус 40%. Стив Маден. Не знаю такого. В общем, что-то типа такого. О, знаете, вот летнее вроде бы. Я так и не купила. Обувь, палантины, шарфы, шляпки. Шляпки, шляпки. И перчатки. Все, что цены, конечно, даже на перчатки. Астрономические. Красивые, легенькие. Наверняка шелковые. Так, цена. 19,90. Очень легенькие. Суммок от многих брендов я здесь сейчас уже не вижу. Непонятно, по какой причине. Ну, скорее всего, не по той, что их просто не привезли. Скорее всего, какая-то другая причина. Ну, ладно. Как-то мало выбора было. На удивление. Вот как произнесли сейчас. Тед Бакер. Тед Бакер. Томаты. Пойдемте посмотрим. Барбари. Моя любимая Барбари. Я сейчас с утра нанесла Барбари Блош. И, знаете, прямо его слегка чувствую. Супер. Диор. Шанель. Трусарди. Вот все-таки хочется мне, друзья, Шанель. Но все, что, чтобы я не пробовала, все равно как-то отдает душком. Кстати, миллион. Миллион. По Карабану миллион. А недавно я смотрела блогер, у меня случайно выпал в рекомендованных. Она рассказывала про лакосты. Что-то такое было интересного. Посмотрели. Визуально пошупились. Пойдемте дальше. Идем с вами по улице Мариас. Вот этот дом, он много-много лет стоит заброшенный. И неизвестно, кто его должен ремонтировать. Какие-то суды проходят между государством и владельцами этого дома. А владельцы живут, по-моему, где-то в Канаде. И, в общем, этот дом очень красивый. Посмотрите. Он долгое время был закрыт вообще полностью. Только вот недавно сняли эту оболочку. Не знаю, правда, зачем. И вроде как думали, что его будут ремонтировать. Но нет. Так и стоит. Так, пойдемте на той стороне от Роэлпа. Пойдемте зайдем. Быстренько туда посмотрим. Может, какая-нибудь вазочка красивая будет. Что-то я озадачилась, друзья, красивой вазочкой. Не знаю, насколько будет ролик. Минут. Вот этой моей болтовни, в общем-то, ни о чем. Знаете, вот идешь и просто болтаешь. Вам рассказываешь. Говоришь о своих впечатлениях. Получается, что просто гуляем. Гуляем, гуляем. Давайте зайдем. Вот Роэлпа. Так, ящик для пожертвований. Пойдемте сразу посмотрим. Лаврен. Так, здесь музыка, поэтому приходится как-то крутиться. И периодически выключаются. Оранжевая красивая посуда. Много книг. Вазочки красивой нет. Но есть много красивой посуды. Вот эта очень красивая, декоративная. Подставка для тарелок. Много одежды, причем в хорошем состоянии одежда. Выглядит так, что гладит. Потому что она в очень хорошем состоянии. Ведь отпаренная. Надо собрать все-таки мешок. Из того, что я не ношу. И, в общем-то, собрать сюда, принести наконец-то. Уже все давно пытаюсь, собираюсь. И все никак, знаете, не получается. Просто лениво тащиться. Красивый сервейс. Вот такой горшочек. У меня их было, наверное, 3 или 4 лет 20 назад. Знаете, была такая идея готовить в этих горшочках. Но в результате в них ничего не готовили. А вы что-нибудь готовили в таких горшочках? Разные значки. И брошечки. Своими руками сделаны. Эксклюзив. По 5 евро. По 6 евро. 9 евро. Я показывала секунды благотворительные. Там в комментариях спрашивали. А почему типа за деньги? А почему не раздают? Вот хочу еще раз рассказать о том, какие у нас благотворительные секунды. Ты приносишь то, что тебе не нужно. В магазин. Просто отдаешь бесплатно. Потом это вот скапливается. И работники этих секундов разбирают, сортируют часть этих вещей. Из этих вещей там посуда, вещи, даже аппаратура, может быть какая-то, даже мебель. Идет бесплатно нуждающимся. Я не знаю, где, по каким критериям они это раздают бесплатно. Остальное они продают. Просто невозможно все раздать. Это, наверное, очень много. И они продают для того, чтобы вырученные средства, средства от продажи вот этих товаров, то, что вы отдали бесплатно, они пойдут тоже на благотворительность. На кухни, которыми кормят, есть в городе сам город, оплачивать эти кухни для нуждающихся. Кстати, я, возможно, вам сниму какое меню в таких кухнях бесплатных для нуждающихся. Это пенсионеры малоимущие, там, инвалиды, то есть многодетные. Ну и вот, вот эти деньги потом идут на благотворительность в другие проекты. Ну вот, мы с вами пришли в магазин, где я видела вазу. Ну и где я вам показывала бижутерию красивую. И, в общем-то, ничего я не вижу интересного. Как-то в прошлые разы, когда я была, что-то было интереснее. Маленькие статуэточки. Вон, орел. Орел. И совсем маленькие статуэточки. Свечки. Телефон, смотрите, как вы интересны. А бижутерия, как-то, знаете, испортилась, если честно сказать. Уже сколько раз была, ничего даже, не то что купить, а даже померить. Ну, совсем все очень просто. Знаете, типа что-то из Китая. Китайский Алиэкспресс. Ничего. Но вот это, конечно, слишком. Туда что-то можно ложить, оно открывается. И вот это блестющее. А это... Это что? Для... Наверное, для тела. Бодишоп. Скорее всего. В общем, средства. Обычно в первые дни привоза много разного. Но я, кстати, ни разу не покупала. О, румяна. Какие-то румяна. Всякие разные средства. А теперь-это молитвы. мы с вами приехали в район куртен вот там плявники а вот это вот порции здесь парикмахерская где меня стригут для меня стригут а я уже лет наверное не помню 10 может быть хожу в одно и то же парикмахерская к одному и тому же мастера очень креативная я рада что я нашла свое время вот ее как мастера маленькая фриза того веса гимн и маленький хороший два кресла нет одно если можно второе еще кресло вот чина то не здесь можно перешить пошить то него еще занимаетесь пододеяльниками какая вы молодец давайте чуть-чуть я показывала же ой показывала уже танины работы ну вот еще не будем раскрывать просто покажу вам немножко по-другому следующему раз придем покрашенная покрашенная чтобы всем показать как все это как должно быть мы и уговорили дать маленькое интервью бизнесмена то есть не бизнесмена сами для себя работаете на себя и вывод уговорили показать новое то что вы шьете пришла идея как а вы сказали до этого что вы сказали до этого что идея появилась на карантине а юбки давно а вот то что детская будет это на карантине это просто мои когда делать нечего я развлекаюсь какие-то французское кружево которое шьют у нас аморалы из него аморалы друзья посмотрите как здорово худеньким девочка но мне не худенькой но вообще смотрите как хорошо венчине за 50 можно носить французское кружево но наверное все таки черное было бы лучше всего да вот детская модели очень интересная светорочек кто как хочет платится вот еще решили вам белую показать очень красиво таня нашла отложенную юбку показать нам черное французское кружево обалдеть сушки какая красота да а вот если представить что она длинная это помните было моды 80 до да да очень красиво все-таки черная наверное самая выигрышная вышла из парикмахерской и все таки считаю что вот эта стрижка практически под ноль особенно виски ну конечно надо покрасить сто процентов я все-таки считаю что мне она намного лучше чем отросшие волосы и если сравнить вот так стану если сравнить ну если понимать что здесь будет белая покрашенная то все-таки такая стрижка мне сто процентов лучше подготовка к эфиру так время без пяти я опять в ледо там верминский парк протираю телефон у меня сок в общем все как всегда ну что начинаем трансляцию новый день и новый влог сегодня четверг у меня завтра уже рабочие дни начинается но сегодня у ногти четыре часа поедем снова с вами салон вилана посмотрим что юля в этот раз мне сделает она прошу раз предлагала амбре и сто 11 к дробь один здравствуйте 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 на андре основной цвет какой любой сиреневый да он такой светленький выбираем вот этот что на нем получится прям как как художник будем рисовать можно их размешать с белым будет более нежным уж такой будет очень ярко ну конечно вот синенький не си не точно не слишком ярко вот ну да вот эти такие как бы хорошие мне вот этот нравится розовенький да 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 вот это нравится ну друзья как вам такое я вышла из салона ливень с грозой у меня нет зонта естественно